МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ОРТ новости дня. В студии Анна Немых я и мои коллеги готовы подвести информационные итоги этой пятницы. Вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За нарушение масочного режима в Оренбурже закрываются торговые центры. Штрафуют и пассажиров общественного транспорта. Повышение зарплаты и обязательно техосмотр. Какие изменения в законодательстве ждут россиян в октябре? Теплые субботы и похолодание в воскресенье. Прогноз погоды на выходные от Оренбургского гидромедцентра. Тесты маски и перчатки. Атрибуты осеннепризывной кампании в регионе. Запрет снят, а парные открылись не все. Почему горожанам недоступны общественные бани? Стать востребованным и квалифицированным специалистом. Сделать правильный выбор помогает ОРТ. В Оренбурже с рабочим визитом прибыл министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. И председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков. В планах встреча с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, на которой обсудят потенциальное развитие месторождения белой глины на территории Светлинского района. Белую огнеупорную глину используют в различных производствах для изготовления керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. В Светлинское месторождение входит число крупнейших в России. К другим темам. Сыракташский районный суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении священника Николая Стремского. Заседание проходит в закрытом режиме. По версии следствия, преступление против детей обвиняемый совершал на протяжении 20 лет. Согласно материалам уголовного дела, потерпевшими проходят 11 несовершеннолетних. Многодетный отец подозревается в изнасиловании, развратных действиях, истязании, не надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Сегодня в суде зачитано обвинение. Страна защиты пыталась обжаловать меру пресечения. Однако суд оставил Стремского в СИЗО до 23 января. В Оренбурге появится новое оборудование для экомониторинга. Из регионального бюджета на эти цели выделено 53 миллиона рублей. Средства поступят из резервного фонда области. Министерство природных ресурсов уже приступило к процедуре закупок, сообщает в пресс-службе правительства области. Оборудование заменит непригодные газоанализаторы. Неисправность приборов была выявлена в ходе проверки экологической службы. Обнаружены факты нецелевого использования бюджетных средств, сообщают в областной прокуратуре. А именно создание специальных организаций, через которые проводились двойные оплаты выполненных работ по государственному контракту. Также выяснилось, что приборы показывали недостоверные показания. Вопросы возникли к техническому состоянию постов контроля в городе Оренбурга, на улице Лобужского, поселке Переволодском, селе Элег и передвижной лаборатории в Бузулуке. В адрес регионального министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений направлено представление. Несколько должностных лиц экологической службы уже уволены. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении причастных лиц. А теперь об изменениях российского законодательства, которое вступит в силу уже в октябре. Повышение зарплат бюджетников, обязательный техосмотр, запреты на кальяны. Подробнее о том, какие новшества ждут оренбуржцев, расскажут мои коллеги. Индексация зарплат бюджетникам на 3%. Это коснется военнослужащих и гражданский персонал военных частей, сотрудников Росгвардии, органов исполнительной власти, отделов полиции, таможенных и противопожарных служб. На повышение зарплаты могут рассчитывать и работники федеральных казенов, бюджетных и автономных учреждений. Средства на индексацию фонда оплаты труда этих категорий предусмотрены в федеральном бюджете с прошлого года. Техосмотр автомобиля снова обязательный. С начала октября при заключении договора ОСАГО водители вновь обязаны будут предъявить свидетельство о прохождении техобслуживания или диагностические карты. Требование было отменено из-за коронавирусных мер. Те водители, которые оформили страховку без техосмотра, должны донести талон не позднее 31 октября. Иначе страховщик имеет право не компенсировать вред, причиненный в ДТП. Коронавирусные выплаты отменяются. Это коснется индивидуальных предпринимателей, которые остались без работы из-за пандемии. Не могут больше претендовать на выплаты и россияне, утратившие право на их получение после 1 марта. Возвращается и порядок оформления субсидий и пособий. Теперь для продления или назначения нужно снова собирать пакет документов и писать заявление. Новые правила для ломбардов. С 12 октября они не смогут давать займы, превышающие оценочную стоимость заложенной вещи. А если залог не выкуплен в срок и его цена превышает 300 тысяч рублей, нужно будет организовать торги. Регулировать деятельность ломбарда будет Банк России. Кальяны запрещены в общественных местах. В последний рабочий день октября вводятся ограничения на их использование в кафе, ресторанах и барах. Это коснется и другой курительной продукции, содержащей никотин. Сами кальяны не запрещают, но в меню таких заведений не должно быть еды и напитков. Анастасия Кубатко, Ольга Энгельс, Новости дня. В Оренбурге еще два торговых центра закрыты из-за нарушения требований безопасности по распространению коронавирусной инфекции. Это ТРК «Сокол» и «Новый мир» по распоряжению регионального Роспотребнадзора. Их работа временно приостановлена. Проверяющие нашли массу нарушений. Среди них несоблюдение масочного режима. Как сотрудниками, так и посетителями не выдерживается социальная дистанция. Не проводится дезинфекция оборудования и инвентаря. Подобные нарушения стали поводом для приостановки деятельности еще четырех объектов по региону. Среди них автосалон «Ворский» и предприятие «Орензнак» в Оренбурге. В отношении предпринимателей, допустивших нарушения, составлено 13 административных протоколов. Для них предусматривается ответственность в виде штрафов от 50 тысяч рублей на индивидуального предпринимателя и 200 тысяч рублей на юрлицо. Проверки будут продолжаться. Кроме того, итоги рейда показали, что 90% пассажиров общественного транспорта в Оренбурге пренебрегают мерами санитарной безопасности. Хотя горожане носят маски и перчатки в карманах и сумках. Многим выписали протоколы об административных правонарушениях. Отметим, что штраф может составить до 30 тысяч рублей. А теперь информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Еще два смертельных случая и 109 положительных тестов на COVID-19 в Оренбурге за последние сутки подтверждены лабораторно. Это данные федерального оперативного штаба. 13 тысяч жителей области столкнулись с вирусом с начала пандемии. От коронавирусной пневмонии погибли 87 пациентов, а 157 человек за последние сутки победили коварный недуг и сегодня выписаны из стационаров. И о погоде. Бабье лето не задержится надолго. Уже выходные в Оренбурге ожидается похолодание, дожди и небольшое усиление ветра. Тепло продержится вплоть до субботы, говорят синоптики. В этот день по области ожидается небольшая облачность и довольно высокие температуры. До 19-20 градусов в дневное время. Ночью заметно прохладнее – 3-6 градусов. В воскресенье же у нас центральный и южный районы преимущественно без осадков. Местами локально преимущественно в северных и северо-восточных районах небольшой дождь возможен. Ветер у нас по-прежнему будет преимущественно в восточном направлении. Тоже метров до 10 в секунду. В воскресенье дневная температура понизится в среднем на 3-5 градусов, до 15 градусов в Оренбурге и центральных районах, а в северо-западных – до плюс 13. В ночь с воскресенья на понедельник во многих районах температура опустится ниже нуля. Печальную новость сообщает администрация Оренбурга. Ушел из жизни заслуженный работник культуры России Валерий Евгеньевич Краснов. Трудовую деятельность Валерий Краснов начал в 1971 году в Медногорской детской музыкальной школе, преподавателем по классу баяна. В 1980-м стал ее директором. Был депутатом, председателем депутатской комиссии по вопросам культуры Медногорска. С 2002 года по 2013 год возглавлял Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга. Трудовой стаж в области культуры больше 40 лет. Прощание с Валерием Красновым пройдет 4 октября в 12 часов по адресу улица Монтажников, 29-Б. Это еще не все, о чем готовы вам рассказать. И вот какие темы ждут вас во второй части программы. Тесты маски и перчатки – атрибуты осеннепризывной кампании в регионе. Запрет снят, а парные открылись не все. Почему горожанам недоступны общественные бани? Стать востребованным и квалифицированным специалистом, сделать правильный выбор помогает ОРТ. И к новостям экономики. Средний размер ипотеки в России в августе превысил докарантинный уровень, сообщает федеральное издание. Средний размер выданных ипотечных кредитов в России в августе составил более 2,5 миллионов рублей. Это почти на 2% больше мартовских показателей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй. Отмечается, что в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита сократился сразу на 8,5%, до 2 с небольшим миллионов рублей. Таким образом, за последующие 4 месяца этот показатель не только отыграл падение, но и превысил уровень до пандемии. Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в августе был отмечен в Москве. Это 5,5 миллионов рублей. В Московской области 4 миллиона, в Санкт-Петербурге чуть меньше 3,5 миллионов рублей. По динамике среднего чека, выданных ипотечных кредитов и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наивысший рост данного показателя в августе продемонстрировала Нижегородская область – плюс 18%. В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился. Это Воронежская область, там спрос упал на 3%, Волгоградская область потеряла 2,5% и Оренбургская область – 1%. А теперь к новостям валютного рынка. Курс доллара и евро на 3 октября вы сейчас видите на своем экране. Бани открылись, но все ли? Спустя полгода ограничительных мер. Вот уже вторую неделю жители областного центра принимают водные процедуры муниципальных парных. Всего их три по городу. Свою работу они могут осуществлять только выполняя предписание Роспотребнадзора. Соблюдены ли все санитарные меры безопасности? И почему одна из общественных бань не открыла свои двери Оренбуржца? Поинтересовалась Анастасия Кубатка. Здравствуйте. Баня работает. При себе желательно иметь масочку, перчаточки. Это обязательно. И таких звонков поступает в день десятки, признается в актер. Многие не верят вновь опретенному счастью. Вот то Виталий Васильевич пришел убедиться в открытии бани на Луговой лично. Поддать, как говорится, пару и с друзьями посидеть. Баня-парилка – это улучшение здоровья сустава, очищение организма от шлаков, от токсинов. Говорит, верит, что убережет и от коронавируса. Конечно, в целебных свойствах бани в борьбе с COVID-19 поспорить можно. Но вот и зновины, которые смогут препятствовать распространению инфекции, разграничителя лента и антисептик. Также обязательное измерение температуры. Вот наклеили мы клейкую ленту, чтобы все соблюдалось дистанцирование. Аншлаг и на парковке возле бани на Кирово. Очередей, когда пандемии, не говорят старожилы, но желающих попариться достаточно. И основная аудитория – 60+. Много народу мы, конечно, не пускаем сразу. Там в пределах нормы. Чтобы много не было народу ни в раздевалках, ни в парной, нигде. А норма по предписанию Роспотребнадзора – это заполненность бани не более чем на 50%. К тому же есть и санитарные часы, в которые ведется дезинфекция помещений. А это уже баня на станочном. Здесь нет народу, да в принципе, откуда ему взяться, ведь двери общественной парной закрыты. К тому же рядом висит табличка «Режим работы бани временно приостановлен». Как итог, две общественные парные пандемию коронавируса пережили, а вот третья нет. Петр Иванович всю свою сознательную жизнь ходит в баню на станочном. И после долгожданного снятия ограничительных мер закрытой двери любимой парной стали неприятным сюрпризом. Коммунальные услуги говорят, что наша баня нерентабельная. Я думаю, что они хотят ее прикрыть и сделать здесь сауну. Руководство бани объясняет, есть проблемы с финансами. Все это последствия простое из-за пандемии. Мы приняли решение открыть две наиболее, так скажем, посещаемые бани в городе, которые меньше всего убытки нам несут. Станочная же баня у нас несет самые большие убытки в банном нашем бизнесе. И мы решили пока не открывать ее. Но пока, уверяет руководство, говорить о полном прекращении работы муниципальной парной на станочном рано. Это вынужденная мера, чтобы избежать банкротства. И, возможно, в скором времени баня вновь откроет свои двери. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. На строительство парка в Южном выделено более 100 миллионов рублей. Администрация Оренбурга объявила тендер на обустройство зоны отдыха на улице Элегской. Согласно документу, он должен быть готов к 1 ноября следующего года. Согласно техническому заданию, здесь должны появиться несколько видов детских игровых комплексов. Качели, карусели, уличные тренажеры, велопарковки и комплекс для инвалидов-колясочников. В парке высадят деревья, среди которых яблони, березы, клён, можжевельник, тополя и сосны. Также установят систему видеонаблюдения. На всё это из бюджетов разных уровней выделено порядка 101 миллиона рублей. Однако уже сейчас инициативная группа высказывает недовольство. Изначальная стоимость этого проекта около 200 миллионов. Администрация города предлагает нам следующие пути решения данной проблемы. Мы, говорят, сделаем вот так, но по проекту же там у вас запланированы вот эти вот места. Мы их оставим пустыми. И вы их сможете за счёт депутатских средств реализовать. То есть это ещё миллион лет мы будем с соседями достраивать этот парк. По проекту здесь предусматривалось благоустройство зоны отдыха площадью в полторы тысячи квадратных метров. Строительство футбольной и волейбольной площадок, а также звукового фонтана. Пока всё это остаётся на бумаге. Напомним, парк жителям Южного посёлка обещали ещё в прошлом году. Однако работы по созданию дизайн-проекта были заморожены. После обращения инициативной группы к президенту администрация Оренбурга нашла средства на благоустройство территории. В этом микрорайоне проживает 25 тысяч жителей. И до сих пор здесь нет ни одной зоны отдыха. В России стартовал осенний призыв. Это уже вторая призывная кампания, которая проходит в условиях соблюдения санитарных мер по противодействию распространения COVID-19. Пандемия, как и весной, корректирует призывную кампанию. Октябрьский призыв будет организован так, чтобы свести к минимуму сирийские заражения COVID-19. Военные комиссариаты по всей стране проводят обработку помещений. На сборные пункты призывников будет перевозить автомобильный транспорт, который проходит специальную санобработку. Также организованы отдельные входы и выходы, чтобы призывники не пересекались с работниками военных комиссариатов. У всех прибывших измеряется температура бесконтактными термометрами. При выявлении признаков коронавирусной инфекции данные граждане будут помещены в лечебное учреждение. Мы обеспечены всем необходимым. Накопили определенный опыт в ходе предыдущего весеннего призыва граждан. Созданы необходимые запасы дезинфицирующих средств, средств защиты дыхания, кожи, что позволит нам провести мероприятие призыва с соблюдением всех санитарных норм. Осенью на военную службу в России призовут 128 тысяч молодых людей. Это на несколько тысяч меньше, чем прошлой осенью и этой весной. К примеру, весеннюю кампанию в армию отправились 135 тысяч новобранцев. Оренбургская область призывает 1849 человек. Они будут проходить службу во всех округах региона. Оренбургский спецназ Росгвардии провел учение по десантно-штурмовой подготовке. ОМОН и СОБР отрабатывали свои умения на Оренбургском полигоне. Основная цель – повысить навыки спуска с высоты без парашютов. Бойцы при помощи каната в страховке самостоятельно спускаются на землю. Затем бойцы ОМОНа и СОБР поднимаются в воздух на вертолете Ми-8 и уже на высоте выполняют упражнения по десантированию беспарашютным способом с использованием высотного снаряжения. На сегодняшний момент силы специального значения являются мобильными силами. Мы проводили занятия по десантно-штурмовой подготовке, высадка личного сосада беспарашютным способом. Задачи были поставлены, мы их выполнили, успешно провели занятия. Также руководящий состав отметил слаженность действий сотрудников спецподразделения с экипажем авиационного отряда специального назначения Росгвардии из Самары, хорошую профессиональную и морально-психологическую подготовленность к выполнению задач. Телеканал ОРТ продолжает вознакомить с востребованными профессиями. На этот раз съемочная группа отправилась в Новотроицкий строительный техникум. В учебном заведении регулярно открывают новые специальности. Кто и как здесь обучается, расскажет Ольга Энгельс. Андрей Третьяков – будущий автомеханик, студент 4-го курса Новотроицкого строительного техникума. Успешно совмещает работу и учебу. На станции технического обслуживания молодого специалиста заметили во время производственной практики. Вот первые 2-3 дня, когда я пришел, мне показали на автомобиль, типа, вот там у человека не работает кулер охлаждения радиатора. Взялся за мультиметр, давай проверять. В течение 2-3 дней там с проводкой некоторые проблемы были, я выяснил эти причины. Ну и самостоятельно исправил, как сказать, ошибку. Ну, первые заработанные деньги были. Студенты техникума за время обучения могут получить несколько специальностей. Это дает возможность расширить для себя рынок труда и самостоятельно заниматься любимым делом. Как Евгений Пареев. Он выпускник этого образовательного учреждения. Это в его предприятии теперь работает Андрей. С учебным заведением Евгений сотрудничает более 5 лет ежегодно. Здесь проходят практику десятки парней. Он не понаслышке знает, как это важно. Сегодня в городе большой голод профессионалов, специалистов автослесарии. Поэтому даже, наверное, спасибо большое технику, что подготавливали тех ребят, которые идут к нам работать, так как мы в них нуждаемся. Сегодня на самом деле нет тех специалистов, которые требуются. Выпускники НСТ – это строители, автомеханики и даже полицейские. И это не все специальности и профессии, которые можно получить в этом образовательном учреждении. Здесь планируют открыть новые направления. Которые диктует рынок труда. В этом году мы перед собой поставили задачу рассмотреть. У нас уже есть частичная подготовка. Практически на 80% мы готовы к специальности, связанной с геодезией, прикладной геодезией. Ну и, конечно же, будем рассматривать специальности, связанные с IT-технологиями. Ежегодно в Новотроицке выпускается около полутора тысяч одиннадцатиклассников и девятиклассников. Отправиться за образованием за пределы региона или остаться – решает каждый для себя. У римбуржцев на востоке региона в этом плане есть особые преференции. Ведь один из лучших техникумов находится в родном городе. Подробнее о тех, кто уже сделал правильный выбор, смотрите в субботу в эфире телеканала ОРТ или на официальном сайте media56.ru. Ольга Энгельс, Семен Воробьев, Новости дня. Далее в программе «Новости спорта» в предстоящие выходные пройдут матчи очередного тринадцатого тура футбольной национальной лиги. Наш клуб «Оренбург» сыграет на выезде. И я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Анна. Сегодняшняя тема – футбол. Выдав беспроигрышную серию, наш флагманский клуб «Оренбург» сначала повторил рекорд ФНЛ по набранным на старте очкам, принадлежавшей крыльям советам, а следом установил и новый. Болельщики довольны. Любимый клуб лидирует в чемпионате. Для некоторых неожиданно. Команда, обескровленная коронавирусом и потерявшая полсостава, сейчас уверенно опережает явных и скрытых фаворитов дивизиона. Я думаю, еще забьет. Ребят, есть все возможности. Хороший главный тренер, хороший его помощник. Так что все впереди. Ждите нас в РПЛ. Первые матчи сезона приходится играть практически без замен. Но руководство ведет активную трансферную кампанию. Оперативно подписаны как перспективные игроки – Эктов, Прудников, Миронов, так и опытные. В команду возвращается выступавший еще за газовик Козлов, Ткачук и Бреев. Самое главное – выйти в премьер-лигу, помочь команде, быть полезным, где нужно. И в раздевалке, и на поле, везде. Состав заявляются и уже выходят на поле местные молодые футболисты. Игровое время предоставляется Болотову, Кенякину, Бедловскому. Хотелось бы, чтобы получилось все именно в этой команде. Не где-то в другом городе, а в родном городе. Сплав молодости и опыта практически сразу приносит плоды. Галами отмечаются ветераны Козлов и Ткачук. Второе дыхание обретает Шкофли. Словенский легионер становится настоящим джокером. Три раза выходя на замену сразу забивает. А в последней игре с Балтикой, начав в стартовом составе, становится автором самого красивого мяча тура. Быстро прогрессирует молодежь. В центре поля все увереннее действует Копленко с Мироновым. Лицевой счет открывает Прудников. Эктов оформляет дубль в победном матче с Волгарем. Ну вот Андрюха Козлов стоит за кадром. Он взялся за меня вчера на тренировке. Теперь я не могу подвести. Теперь можно варьировать состав. В аренду в Томь отдан Лапшов. В это же время приобретены два новых защитника. Уже проявивший себя голевой передачей Босни из Гойкович и последнее приобретение Смирнов из Ростова. Парня сегодня подписали. Сейчас заявим. Саша Смирнов в прошлом году с Химками выходил. Потом с Ростовом подписал контракт. И вот сейчас у нас окажется. В команде и новый главный тренер. Марцел Личко, в последнее время работавший в Белоруссии, поразил там специалистов со скромным Брестским «Динамо», отобрав чемпионский титул УБАТЭ. Чешский специалист после ряда сложностей добирается таки до Оренбурга и в сопровождении спортивного директора осматривает свои новые владения. Ознакомившись с основной инфраструктурой, стадионом, по трибунам и помещениям, офисом, Личко готов подписывать контракт и приступать к работе. Мы с каждым вернутся в премьер-приз. Выдав суперстарт, в последних играх Оренбург пробуксовывает, трижды сыграв ничью. Все-таки, чтобы команда стала отлаженным механизмом, нужно время. Тревожиться рано, ведь в сезоне не потерпели еще ни одного поражения. В первенстве ФНЛ Оренбург идет на первом месте. В кубковой группе у нас с сочинцами по выигрышу у пермской звезды. И все решится в очной встрече. Очередную игру чемпионата проведем в это воскресенье в Москве с Велесом. Анна? Спасибо, Анатолий. Подробная информация о спортивной жизни области в каждом выпуске новостей. Не пропустите. И в завершении информация об отключениях в связи с проведением ремонтных работ. В ближайшие три дня в дневные часы будет ограничена подача электроэнергии в Оренбурге. Список улиц внушительный. Будьте внимательны. Точные адреса на ваших экранах. В понедельник света не будет в поселках Ростыши и Приуралье. Энергетики приносят жителям извинения за временные неудобства. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 98 48 48. Такой была пятница глазами моих коллег. А в воскресенье не забудьте поздравить учителей. 4 октября они отметят свой профессиональный праздник. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, это и другие программы вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания.